Пациентам с болезнью Паркинсона, дистонией и многими другими неврологическими недугами помогают в Центре лечения экстрапирамидных заболеваний. Используют уникальные методики, повышают квалификацию врачей, проводят школы для больных и их родственников. В марте подразделение исполнилось 20 лет. Наталья Цопина расскажет о рабочих медиков. Я обратилась в центр, потому что у меня стало с возрастом теряться память и подозрение. У меня начали постоянно крестись руки. Ну и вот меня направили сегодня сюда. Чаще всего с такими симптомами пациенты приходят в Центр лечения экстрапирамидных заболеваний. И очень важно, если обращается человек, когда болезнь еще на ранней стадии. Есть понятие модифицировать. Мы терапию не столько замедляем, сколько модифицируем симптомы, делаем их более мягкими, менее заметными. И качество жизни пациента повышается, потому что основной упор во всем мире – это качество жизни. Создан региональный центр экстрапирамидных заболеваний 20 лет назад. Он был и остается единственным, где лечение получают пациенты с болезнью Паркинсона, дистонией, блефороспазмом и другими неврологическими недугами. Количество не только пациентов у нас увеличивается, но и количество нозологических единиц. То есть мы больше выявляем сейчас уже экстрапирамидных заболеваний, в том числе и из группы орфанных, таких как болезнь гентингтона, болезнь иммонопика. И, конечно, очень хорошо, что с развитием генетики сейчас больше уделяется внимание таким заболеваниям. Разрабатывают новые препараты, внедряют передовые методы лечения. Так, в регионе больше тысячи пациентов, которым необходима ботулинотерапия. Ботулинотерапия показана пациентам с фокальной генерализованной дистонией, если мы находим мышцы мишени, куда мы можем вести препарат для снятия мышечного спазма. Это курсовое лечение, но на один сеанс приходит пациент, мы делаем инъекции, а затем по необходимости повторяем. Это может быть и через три, и через шесть месяцев, в зависимости от того, какая ситуация у пациента. Обычно пациентами становятся люди старше 55 лет, но в последнее время больше молодежи. С тремором встречаются даже подростки, рано начинают себя проявлять редкие наследственные заболевания. Лучше становится и диагностика. Увидеть болезнь на ранней стадии помогает обучение на базе центра. Мастер-классы проводят для специалистов всех сибирских регионов. Наталья Цопина, Евгений Павлов, Новости ОТС.